Проблемы с гастритом решаются вот таким образом. Берете, блин, просто семена льна, семена льна, и вам нужно будет купить еще одну незаменимую вещь. Сейчас, подождите. Вот, еще одна незаменимая вещь. Вчера я показывала незаменимую вещь, это блендер. Сегодня еще одна незаменимая вещь, это вот такой маленький Бош кофемолочка. Бош, можете прислать деньги за рекламу, я не обижусь. Это очень крутая кофемолка, она нам пригодится для того, чтобы взбивать семена льна. Итак, желудок, кишечник, если что-то болит, берете лен. Одну ложку каши льна нет, мы должны делать лен сами. У лен, у него пропадут все полезные вещества, не то что полезные, а лечебные свойства, через 10 минут после того, как мы его сдробим. Поэтому никакие каши из льна, это все балда. Берем ложку. К сожалению, что-то другое было, я перемалывала. Берем столовую ложку. И насыпаем туда лен. Одну столовую ложку достаточно, в нем много эстрогенов. Поэтому одну достаточно ложки, допустим, с утреца, допустим, 3-4 раза в неделю. Вот так вот насыпаем сюда. И если у вас болит здесь, 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 вот бывает такое, да? Вот, берете лен, взмалывали его, только смотрите, его надо как взмалывать, я сейчас покажу вам. И никакого гастрита у вас не будет, не надо никакие таблетки покупать, не надо никакие лечения проводить таблетками. Это все, конечно, надо в комплексе делать, питаться правильно, но это все лечится дома абсолютно легко. Смотрите, мы вот так вот закрываем его, и нажатием на зеленую кнопочку он начнет перемалывать. Но кипяточек на 2 часа убьет все полезные свойства. Мы начинаем перемалывать и держим, знаете, как-то, дзык, 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 вот так вот, да? Чтобы не убивать, чтобы не перегревать семена, потому что мы не хотим их согреть, нагреть, смотрите. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, еще одиннадцать, двенадцать, все, смотрите. Теперь у вас есть ровно 10 минут, чтобы вот это все выпить и съесть. Что мы делаем? Мы просто берем это, высыпаем в чашку. Вот так вот высыпали в чашечку и заливаем обычной не кипяченой водой. Это с утра, чтобы у нас желудок не горел. Так, хоп. Это у вас, у кого у вас с утра проблемы с желудком. Итак, самый крутейший рецепт. Берем вот так вот, смешали. Можно дать постоять, ну, минуточку-полторы. И она превращается в такую, как бы, кашицу, ну, не очень такую густую. И вот этот сок, скажем, который сейчас будет образовываться, такая вот клейкая консистенция, она идет в ваш желудок, в ваш кишечник и обволакивает, являясь, скажем так, донором вот этой слизистой, которая у вас отсутствует, она станет донором этой слизистой, просто живые семена льна, живые, только что перемолотые. Вы видели, как я перемалывала? Не разогревать для такого, чтобы они у вас, как это называется, чтобы они у вас нагревались. Все. Хотите быть красивым, здоровым? Вот, взяли. Ну, главное, не кипишу на воду, обычные. You have a beautiful kitchen, thank you. I really do. And look at my view from the kitchen. It's even better. This is so good. Моля, это очень вкусно. Нереально. Вкусно и полезно. На дочак? Конечно, на дочак. То есть, это, эти семена, они как доноры, повторяюсь, для слизистой вашего желудка и кишечника. Увидите, живот перестанет болеть, кишечник и желудок перестанет болеть, изжога пройдет, все уйдет. Просто тупая семена льна. Кому надо, скажите, вот сейчас кто-нибудь посмотрит, скажет, опять начнут меня по всем каналам полоскать. Боня хренью разводит. Людям говорит, чтобы они таблетки не пили. А я вам, да, действительно говорю, не пейте таблетки. У природы есть ответы на все вопросы. Можно лечиться благодаря природе. Вот. Но вам нужно, Серджио, вам очень важно, нужно купить вот такую вот кофе-выжималочку. Она продается в этом М-видео Бош. Вот такая, просто маленькая кофе-молочка. И она очень круто перемалована зерна. Вот именно, пошли они нахуй. Конченые твари. Так, а теперь вот я хотела показать, какие я делаю, допустим, манипуляции с зеленью. Потому что у меня, к сожалению, нет такой соковыжималки, которая бы выжимала траву. Да, один раз в день достаточно. Один раз в день. И что самое интересное, больше, чем 3-4 раза в неделю тоже не надо. Потому что там очень много семена льна, они как бы, в них очень много женских гормонов. Так что, итак, дальше едем. Берем, берем теперь зелень. А, я еще кружить не достала, сейчас. Берем зелень, сейчас, секундочку, я достану этот кружить. Сюда же, кстати, можно цветную капусту добавлять. Блин, а где он? Я же пилочек. Потерялся и кружит. Куда он подевался? Интересно. Цукини потерялся. Интересно. Куда он подевался? А, просто потерялся цукини, представляете, по дороге где-то? Ну ладно, фиксируем. Жалко, конечно, потому что цукини, ну, кому что-то. Ладно, делаем это. Цукини очень важно. Смотри, теперь берем все зелень с водой. Семеналь льна мы делали с водой. Теперь берем зелень. Все, что дома нашли зеленое. Огурец, сельдерей. Вот я потеряла, цукини куда-то подевался. Ёпер, на театр. Вчера купила цукини, и куда он надевался? Половинку зеленого яблока. Не больше, чем половинку, потому что зеленое яблоко, оно вообще, оно как бы сладкое, оно нам не нужно. Чуть-чуть подсластить, но в нем нет главного. И если у вас получится, может быть, напишите мне какую-нибудь классную соковыжималку, которая выжимает листья. То есть, можно выжимать петрушку, можно выжимать укроп, и шпинат тоже. Итак, берем соковыжималку. К сожалению, у меня нет соковыжималки, которая сделает холодного отжима. К сожалению. Так что, если та, которая делает холодного отжима, соковыжималка, она же, кстати, эта же соковыжималка, и может отжимать травы. Что тоже очень круто. Итак, сейчас будет бомба-коктейль. Ну почему я потеряла от Лакенни, блин? Ну куда он подевался? Может, вывалился в машине? Пипец, полный. Ладно, это все фигня. Короче, берем, значит, где мой ножик. Мясорубка не подойдет. Мясорубка не подойдет. Нет, потому что мясорубка это как миксер, то есть она как бы не выжмет сок оттуда. У меня нет бардака. У меня, кстати, все чисто и все в порядке. Просто потерялся в сухине в машине, я так думаю, вывалился. И вот это вот. Сейчас я вам покажу. Покажу. Итак, когда вы выпили лен, вам надо 20 минут подождать. И 20 минут, чтобы... Какой? Angel juicer. Это что за angel juicer? Angel juicer, термомикс. Что за термомикс? Соль, перец мы не используем. Соль, перец мы не используем. Эфир я сохранять не буду, я вам просто запишу на своей странице Бонни Бьюти. Вот там все рецепты. Я туда поставлю вам. Сейчас я запишу сториз. Так, сториз. Hands free. Сейчас я с вами в прямом эфире с другого телефона. И плюс ко всему я расскажу о том, как делать там зеленый сок, как сделать с утра такую полезную кашицу из льна, для того, чтобы вылечить желудок, если какие-то есть проблемы, вообще, в принципе, здоровье добывается. На своей странице Бонни Бьюти. Вы пока туда подписывайтесь, а я там буду выкладывать все рецепты. Так, чтобы я не забыла. Вот, я вам написала, ссылку поставила. Так, окей. И все, чтобы не забыть. Сколько льна? Одна столовая ложка. Дальше. Дальше, дальше. Куда девался цукини, правда, вот я не понимаю. Разбежал. Без цукини, конечно. Вот в этот сок, который сейчас буду делать, здесь у меня сейчас будет огурец, сельдерей, горох, все, что найдете, выжимайте зеленое. Все, что найдете на кухне зеленое, все туда выжимайте. И я сделаю половинку яблока зеленого. Но завтра... Angel Juicer is one of the best slow juicers out there, because... Окей. Окей. Ладно. Ой, на себя здесь не похоже, а на кого я похожа? Если я на себя не похожа, то на кого я похожа? Итак, берем половинку яблочка. Много не надо, яблоко не надо. Нам как бы важно все свойства. Вот если бы был у меня вот этот Angel Juicer, я так понимаю, но я бы туда закинула шпинат. Я бы туда закинула... Кстати, можно цветную капусту сюда тоже в этот сок делать с утра. Прям бомба. Итак. Рано еще, подождите. Рано вам включаться. Итак, нам нужно отжать этот сок. Этот сок, он как действует? Он прям... Стакан не включается. Он прям будет давать вам энергию. Много энергии. То есть вы сок выпьете, и у вас будет такой бум-бум подзаряд мощный. Так, ну что? Брокколи можно туда. Соль все 2-3 недели не будете употреблять. Ну, в принципе, соль не нужна. Она вам не понадобится. Вы не захотите соль. Что вы будете солить? Солить нечего. Все, что мы будем есть, оно и так хорошо прям, как есть. Это знаешь, когда пресная каша, ты ее ешь, там, хочется посолить. Или какие-то там супы. А здесь это все не нужно. Кстати, эта соковыжималка, которая у меня, тоже неплохая. Потому что, допустим, вот чтобы отжать сольдерей, у нее вот эти нити, да? И они начинают там закручивать. Она очень удобно моется. Что вы пишете? Что у меня крошки возле губ? У меня не крошки, я пилинг делаю. У меня кожа слезает. Спасибо за то, что вы так заботитесь и видите каждую шелушинку на моем лице и на моем теле. Итак, давайте сделаем сейчас. Яблочко мы в конце добавим. И еще вот можно, кстати, я еще делаю вот такое здоровье. Стручки вот такие тоже можно добавлять. Все зелененькое. Какая у меня, сука, выжималка? Вот так вот, смотрите, это хорошее сообщение. Она под чем-то, что ли? Вот когда начинают это писать, значит, все, уже действует. Уже все действует. Уже на правильном пути, значит. Вот так вот. Вот, покажу. Сильдерей. Огурец. Зеленый горох. Он пришел. А, да. Сильдерей. Сильдерей. Вот. Вот Еще зеленый горошек И вот такой горошек тоже Это бомба прям И теперь яблоко в конце Бум Все Теперь смотрите то есть то что я добавила Фасоль да фасоль Зеленые стружочки вот эти добавляла Если бы был цукини Который у меня видимо выпал в машине Я бы его тоже добавила сюда И получился вот такой вот божественный напиток С пеночкой Как капучино Вместо капучино Вау Божественно Это божественно Но первый раз Если вы никогда не пробовали Вам может показаться это Не очень вкусно Но на самом деле Как только ты думаешь о том Что здесь Все витамины И Микроэлементы Которые сейчас будут напитывать Ваше тело И вы будете чувствовать энергию Будете чувствовать эту жизнь Вот тогда Становится еще вкуснее Тут очень важно Как это все употреблять И на этом все Так что сейчас я себе сделаю салат с орешками Вот И потом у меня будет тренировка Где то через час Через час у меня будет тренировка С тренером Мы сейчас сделаем такую тренировку Она Знаете какой Моя команда Видите снимает коллекцию Новую Зимнюю Молодцы девочки Я видела ваши сторисы Значит Тренировка у нас идет Конкретно на каждую мышцу 3D тренировки Когда у тебя на одну мышцу Ты воздействуешь с разных сторон Очень крутая программа И работа с соединительной тканью Работа с фасцией То есть чтобы Ничто никуда не тянуло Нигде не висело Вот У вас такой высокий желудок сразу болит До этого Я не знаю были ли вы в эфире Я показывала Как надо делать семена льна Смешивать их с водой Чтобы Не было проблем с желудком Какие семечки в салат можно Семечки можно Тыквенные Можно Грецкий орех Лучше их замачивать перед этим Можно Кешью Какие вы захотите Но самое главное Чтобы они были не жареные Чтобы вы их замочили Хотя бы пару часов И все Очень классно Я уже чувствую как прям Как мое тело благодарит меня За вот этот сок Ладно Хорошего вам дня Увидимся позже И Что там они обсуждают Морщины крошки шорт Ау Ау Да Боня джинс Мы снимаем сейчас зимнюю коллекцию Я видела девочки Ваш прямой эфир Я видела ваши сторисы Поздравляю Жалко что меня нет сейчас там Девчонки молодцы Все выглядит классно Боня джинс Новая коллекция Вот вот выходит Уже мы снимаем ее Покажись в рост Так пойдет? Ох Какой кайф 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 Ну что Пошла я заниматься делами Все отлично Все отлично Девчонки и мальчишки Никто 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 Ваши Думайте Что когда-нибудь Я стану такой Какой я мечтаю Никогда не встанете Вот прям пока сегодня Не возьмете Не встанете Не сделайте Что-то для этого Ничего не произойдет В вашей жизни Так что Чтобы было красивое тело Нужно Вот я вчера пошла на пробежку Нужно пахать Нужно заниматься И нужно Воспринимать это Не как то Что там Я что-то делаю Такое прям Как образ жизни Как образ жизни Вот и все И тогда Для вас это норма Пойти Выйти на пробежку Норма Съесть здоровую пищу Норма Позаниматься Блин Норма Порастягиваться Норма Подышать Норма Принять холодный душ Норма Тогда Да А что вы сидите дома Думаете Ой какие у нее шорты ужасные Ой как она постарела У нее там морщины торчат Ой у нее там крошка на лбу Ой у нее то это Пойди в зеркало Посмотрись И посмотрите И встань и скажи Ну как у меня тут все У меня вообще я супер блин идеальная Вообще у меня все охрененно Нереально крутая Выгляжу супер блин Еще и в моем возрасте 40 лет А я посмотрю на вас И пишите мне фото пожалуйста И видео Где вы такая охрененная Классная Крутая Это все вам за Чисто ваш труд И за ваши Кроме как в ваших руках Ни в чьих руках это быть не может Поэтому сидеть там Кого-то обсуждать Можно сколько угодно А пойти что-то сделать Ладно я вас обнимаю Вам хорошего дня Могу показать вам для поднятия Строили Вид из своего окна Со своего балкона Красивый Обалденный Моя шумит Все супер А я сейчас буду заниматься У меня вот сейчас тут коврики Лежат разных сортов Вот моя жизнь Вот смотрите Гентельки Валики-ролики Коврики Еще один коврик Можно сидеть на попе ровно Ничего не делать А можно Надо высушить этот коврик Дождик Опа Потом у меня еще есть Сейчас покажу Так Потом я купила Супер-хард Резиночку Которая жесткая Для занятий И Сейчас Подождите Еще что-то хотела показать Где они Где мои волшебные гантели У меня же еще волшебные гантели есть Хорошо жить не запретишь А я вам хочу сказать Мои дорогие Я не родилась в семье Где папа у меня был мэром Или олигархом Родилась в обычном В обычной В обычной семье Сибирского Маленького Городочка Двухкомнатные Стандартные Квартиры И Все что у меня есть Я делала Всегда своими руками Поэтому Все А все Лимиты Это В вашей голове Так что Сейчас я хочу Показать вам Еще что у меня Показать что у меня Тут еще есть У меня есть Такие резиночки Такие Резиночки А У меня там Кирпички Для занятия У меня там Кирпички Для занятия Плохо берет интернет Вот Так что Сидеть на диване Можно сколько угодно И можно все что угодно Про кого-то рассказывать Какие все Блин У кого какие морщины Кто какой хреновый И так далее Ребят Все в наших руках Я пошла Надо мне сейчас Подубрать тут все